Товарищи, Советский Союз находится в капиталистическом окружении. На всем земном шаре мы пока единственная страна социализма. Умирающий капитализм не уступит без боя дорогу новому миру. И нарастающие угрозы войны требуют от нас усиления боевой готовности. Что успешно бороться с врагом, в том числе и воздушным. Миллионы трудящихся Советского Союза овладевают знаниями по противовоздушной и противохимической обороне и участвуют в ее укреплении. Большие задачи в этом деле лежат на фотоавиахиме. Это и массовой оборонной организации трудящихся. По его резерве рабочей крестьянской Красной Армии. Какие отравляющие вещества нужно хорошо знать? В настоящее время насчитывается несколько десятков боевых отравляющих веществ. Среди них имеются капли, жидкости и твердые тела и другие отравляющие вещества ОВЭ. Делятся они на удушающие ОВЭ, раздражающие ОВЭ кожного действия и, наконец, общие давидые отравляющие вещества. Готовясь к противохимической обороне, необходимо также знать названия основных отравляющих веществ. А именно гиприд, люизид, фатген, атомсид, хлороцетафеном, хлорпиксин, синильная кислота и окись углерод. Наиболее важными средствами противохимической обороны являются средства личной, индивидуальной защиты. К ним относится и противогаз. Что надо делать при получении противогаза? При получении нового противогаза надо прежде всего вынуть картонный кружок, закрывающий нижние отверстия коробки. Затем отвернуть колпачок, который был навернут на колоритму коробки, и присоединить к коробке каплированную трубку. Присоединять каплированную трубку надо следующим приемом. Накитную гайку трубки ровно наложить на горловину коробки и, вращая коробку другой рукой, навестить гайку до отказа. Коробка с трубкой должна быть соединена так, чтобы при положении коробки на круги, шлем своей внутренней стороной пригодился к лицу. Наконец, необходимо подогнать плечевую лямку и поясные ленты по своему росту. Для этого надо надеть плечевую лямку через правое плечо. Сумку с противогазом перенести на левую сторону спины. Поясные ленты закрепить вверх и подогнать все это так, чтобы верхний край коробки противогаза находился на углу нижнего края белой лапы. А поясные ленты плотно прижимали коробку противогаза к спине. С самого начала войны противогаз всегда нужно иметь при себе, так как противник может произвести воздушный налет в любое время. Уходя куда-нибудь из дома, например, в ресторан, противогаз надо брать с собой, неся его в охотном положении. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...